Итак, ребята, теперь давайте мы с вами еще раз замерим температуру неба. Смотрите, минус 40. О, 221, ребят. Видно? Я думаю, видишь, 221 попал на солнышко. Так, температура на асфальте. 8. Температура на снегу минус 2. Сейчас я вам покажу. Там еще такой объект, один очень интересный, для нас очень важный с вами. Вот она, наша луна дневная. Линзирование, линзирование атмосферы. То есть воздух из-за того, что он очень влажный, он неправильно показывает нам объекты. Сегодня у нас 13 марта 2019 года. Давайте сейчас я вообще выйду из тачки, а то я находился в машине. Вот он наш пирометр, вот мы с вами. Экран монитора плюс 30 градусов по Цельсию. Так, замерим клавиатуру. Телефончик, телефончик. 30 градусов, холодная. Ах, опять упало. Блин, субкадер упал. Посмотрим на шкаф. 23,6. Снег минус 2. А тут же асфальт. Плюс 4. Кору дерева, посмотри, дерево, дерево, они живые. Давайте посмотрим. Стоп, плюс 18, ну-ка. Тучи минус 13 показывает, белые. Небо минус 43. Тучи минус 11, минус 13. Прикольная тема, вот, минус 16 показал. Всем удачи, ребят, продолжение следует. И так, ребята, теперь давайте мы с вами еще раз замерим температуру неба. Смотрите, минус 40. Направил прямо наш пирометр в небо. Вон там у нас солнце. Давайте направим на солнце. Минус 5,7. Это какая-то... Так. 50,6. Стоп, сейчас я в машине сижу. Сейчас я поудобнее сяду. Так, сколько? Минус 2. 104. 145. 200. 194. 167. Как-то я вот в какой-то момент я попал на солнечные лучи прямо. О, 221, ребят. Видно? Я думаю, видишь, 221 попал на солнышко. 221 на солнышке показывает температуру. Так, температура на асфальте. 8. Плюс 8 по Цельсию. Температура на снегу минус 2. То есть, смотрите, получается, плюс 10. Солнечные лучи нагрели до плюс 10. А на солнце намного холоднее. Так, ребят. Сейчас я вам покажу. Там еще такой объект один очень интересный. Для нас очень важный с вами. Секунду. Ну, мы, наверное, туда не сможем. Это надо будет в дневное время. Минус 35 показывает улицу опять. Минус 40 небо. Но там у нас сам далеке, ребят. Сейчас, сейчас, сейчас. Я камеру, секунду, поставлю получше. Вот сам, сам далеке. Так, минус 28 показал. Минус 38. Ну, вот такая температура, скажем, в космическом пространстве. Но у нас вот здесь, вот, ребята, как бы нам разглядеть бы, а? Тут луна. Ребята, ребята, ребят. Как бы нам ее на камеру мне поймать не вижу. Нифига сам. Сейчас, сейчас, сейчас. Она, знаете, она вот глазом видна. Вот на камере ее поймать тяжеловато. Где, вот, может быть, даже вы видите. А я, а вот, вот она. У меня экранчик маленький. Вот она, наша луна дневная. Сейчас мы ее хорошенечко приблизим и посмотрим, что у нас. Вот, 80-кратное оптическое увеличение. Дневная луна. Супер. Так, получается, освещение с правой стороны. Это соответствует. Все правильно. Солнышко сейчас справа находится. Тут пока мы придраться ни к чему не можем. Логика есть. С правой стороны освещение луны. Так, давайте поближе. У меня вот 140, это такой зум. Это оптический, а это уже цифровой. Цифровой оптический зум. Вот можем посмотреть повнимательнее, как он получается. Но это слишком много. Давайте 80 я возьму сейчас. Вот 80. Видно вот этот контур беленький. Левой части почему-то не видно вообще. Не читается левая часть луны. Потому что вроде бы за атмосферой. Есть такая вещь еще. Называется она линзирование. Линзирование атмосферы. То есть, воздух из-за того, что он очень влажный, он неправильно показывает нам объекты. Которые объекты нам кажется, что они удаляются. Точнее, поднимаются и снизу вверх. Они на самом деле просто удаляются. Вот эффект линзирования. Вот изучите тоже этот феномен такой. Линзы есть специальные. Даже оно подойдет увеличительное стекло. Если сзади увеличительного стекла поставить фонарик и приближать его, Будет такое впечатление, что он поднимается снизу вверх. А на самом деле он просто удаляется. Видео есть в интернете. Линзирование. И можете посмотреть. Это еще раз об эффекте нашей Земли. Как правильно падает на освещение. Как все у нас здесь устроено. Красота. Луна шикарная. Не вижу в маленький экран ничего, кроме правой части. Очень плохо видна она. Но не правая часть именно видна. Кончик вот этот месяц. Сегодня у нас 13 марта 2019 года. Так, на Луну посмотрели, ребят? Давайте сейчас я вообще выйду из тачки. А то я находился в машине. И сейчас мы возьмем наш пистолетик и все-все поснимаем. Не пистолетик, а пирометр. Сейчас я камеру переведу на себя. Ой, упал немножко. Вот он наш пирометр. Вот мы с вами испытываем. Его сегодня в уличных условиях, в домашних, в компьютерах. Мы все с вами смотрим и будем смотреть. Итак, ребята, давайте вот сейчас мы с ними с вами еще замерим монитор. Экран монитора плюс 30 градусов по Цельсию. Так, замерим клавиатуру. 24 градуса по Цельсию. Телефончик. Телефончик, телефончик. Включаем. 24. Будем смотреть, что многие интересные места. Так, ребят, самое главное, рука, тело. Давайте посмотрим. Сейчас она включится. 30 градусов, холодная. Ах, опять упала. Блин, сутка не упала. Посмотрим на шкаф. 23,6. 23,6. Ручки на шкафу. Ну, так же. 23,6. Шкаф у нас 23,8. Асфальт мы посмотрели, тело мы посмотрели. Так, что еще нам посмотреть? Пирометры. На Луну глянули. Давайте поближе сейчас я... Снег минус 2, а тут же асфальт, плюс 4, плюс 5, лужа. Давайте лужи. Лужи плюс 4. Вон и снег, минус 3. Солнечной ночи падает. А, видимо, где сухой асфальт? Ну-ка. Плюс 9, смотреть, просушенный. То есть, лучи. Странно. Ну, из-за сырости. Плюс 6. Плюс 9. Из-за сырости асфальт вот так вот падает. Давайте тачку посмотрим. Тачка плюс 1. Давай температуру... А, тело я вам не смогу показать своего. Ну, ладно. Ну, в общем, вот такие вот эффекты. Давайте посмотрим, что еще. Ну, вот кустики. Хотя мы в них не попадем. Было бы дерево. Вот к дереву можно подойти. Сейчас попробуем подойти к дереву. Кору дерева. Посмотри, деревья, деревья. Они живые. Сейчас попробуем. Прямо корее дерева. Давайте посмотрим. Сейчас включите. Плюс 1. Плюс 1, плюс 2. Дерево у нас такое. Металлический столб. Ну, плюс... Стоп, плюс 18. Ну-ка. Я думал, плюс 8 вначале. А, плюс 20. Ничего себе, краска нагревается. Металлический столб плюс 19. Реально теплый. От солнышка краска нагревается очень сильно. Давайте вон на тучи. Тучи минус 13 показывает. Белые. Небо. Минус 43. Гляньте, какой эффект. Небо минус 43. Тучи минус 11, минус 13. Прикольная тема. Вот, минус 16 показал. Солнышко, давайте еще раз. Не увижу ничего. Эх, плохо ловится. Ничего не вижу. Засвечивает солнышко там, не попадая в него. Ну, 200 с чем-то градусов было. Все, круто. Вот такой вот пирометр. Мы его сегодня испытали с вами. Посмотрели некоторые видео. Всем удачи, ребята. Пока. Продолжение следует. Бум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова